Совет бригадиров Северского трудного завода – уникальное общественное объединение на профессиональной основе. Сегодня бригадиры не только основное действующее звено на производстве, но и носители общественного мнения. Потому их слова имеют особый вес, а общение с главой Дмитрием Филипповым – способ откровенно говорить власти о наболевшем. Полуторачасовая беседа идет на одном дыхании, потому как каждый готов задать вопрос и услышит на него откровенный ответ. Здесь все беспрекрасно, все как есть на самом деле. Иногда из программы какой-то или из нашей прессы не всегда узнаешь точно что-то такое, как выполняется этот вопрос или дано какое-то предложение. А здесь уже человек конкретно говорит, что то-то выполнили, это-то не сделали. И это, как бы сказать, проникаешься уважением к человеку, что он все-таки честно говорит, что вот это не сделали, а это сделали. А это стараемся сделать. Мне кажется, это очень важно для народа. Если раньше чаще всего спрашивали о дорогах, теперь Филиппов сам отвечает, что еще будет сделано. Особенно в южной части, которая всегда была под его особым контролем. По югу, значит, и медленно, но тем не менее, вот закончили, в понедельник закончат узел вот этот у магазина-фермы, уже асфальтом положили. И стоянку вот у БТИ, это закончим. И уходим на площадь Бажорова. Там тоже будет стоянка, где аптека, это торец здания, стояночка будет, все это будут тротуары, будет отгорожено поребриком вот этот газон, если его можно так назвать, да, перед памятником Бажорова, с тем, чтобы машины на этот газон не заскакивали. Я подчеркиваю, это тоже, наверное, впервые за последние годы было сделано с участием предприятий и бизнесменов южной части города. На первое место вышла тема несанкционированных свалок. К сожалению, сегодня сумма штрафов ничтожно мала – 500 рублей с машины. Глава города предлагает выйти с обращением к областной власти, чтобы увеличить штрафы в несколько раз. Пока же мы наблюдаем, как отходами мрамора засоряется территория города, обеспеченных гражданей превращая в свалки любую заброшенную территорию. Рашид Нафиков обратился к Дмитрию Филиппову сделать программу на телевидении, возможно, детскую, чтобы она воспитывала людей и сорить там, где живешь. Город должен быть чистым. Начать нас воспитание детей. Это экологическая служба нашего города должна ходить, раз начался учебный год, по школам, объяснять детям, что не там, где метут чисто, а там, где не сорят. Вот это одно из направлений. Также экологическая служба нам показывает места свалок несоединенных, фотографировать и показывать вот это по телевидению и местным газетам печатать. Естественно, встал вопрос о тепле в южной части города. И из Заково уезжан до сих пор нет горячей воды. Спекуляции на этой теме со стороны собственников котельной пока приносят лишь негативные результаты. Есть тема и по детским садам. Глава подробно рассказал, какие здания будут переданы под реконструкцию и что заложены проекты двух новых детских садов. Но многое зависит от вхождения в областные и федеральные программы и от своевременного использования поступивших денег. Мне понравилось то, что, в общем-то, открыто мэр рассказал про все проблемы, которые есть в городе. То есть он, в принципе, в курсе всех проблем. И он рассказал еще, что делается администрации на областном уровне именно администрации. Потому что эти вопросы в основном как бы закрытого, они до жителей обычно не доходят. А здесь он открыто рассказал, что делается на областном уровне, как администрация старается пойти в какие-то федеральные программы. Разговор часто принимает эмоциональный позитивный характер. А значит, у обеих сторон есть взаимный интерес и доверие друг другу. Я не скажу, что мы на 100%, и я людям об этом тоже прямо говорю, что невозможно сделать это было. И все прекрасно понимают состояние бюджета. Но некоторые, мне кажется, знаковые вещи, как то. Начало продолжения работы. Начало продолжения работы. Род дома, поликлиники. В том же юге детская площадка, ремонт дорог. Ну и многое другое все-таки это позволяет, наверное, мне сегодня сказать. Прошел уже почти год, что все-таки за этот год мы постарались, во-первых, не обманывать. И мы очень много сил и времени потратили на то, чтобы все-таки ситуация немножко сдвинулась. Мне кажется, чуть-чуть она сдвинулась. Такие встречи теперь будут проходить раз в полгода. Полезно всем. Эльмира Санмухина, Алексей Иванов. Новости нашего города. Продолжение следует.